Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Дорогие братья и сестры, сегодняшние чтения из Нового Завета на этой литургии открывают нам свойства настоящей христианской духовности, духовной жизни, духовного человека. Многие, даже светские люди, неверующие люди, люди других религий, говорят о некой духовности. Ищут ее, ищут ее порой в каких-то экзотических культах, в каких-то восточных учениях, эзотерике, спиритизме, теософии, магии. Ищут каких-то особых духовных старцев, духовных людей, духовные откровения. А что же говорит нам Слово Божие об этой самой духовности? Апостол Павел в послании к Галатам, который звучал, отрывок из которого мы слышали, это 5 глава, 22 по 25 стихи, и затем начало, самое начало, 2 стиха 6 главы, говорит, говорит следующее. Братья, плод духовный, или плод духа, любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание, затем чуть дальше. Те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями, если мы живем духом, то по духу и поступать должны. Не будем тщеславиться, друг друга раздражать, друг другу завидовать. Братья, если и впадет человек в какое согрешение, вы духовно исправляйте такового духом кротости, наблюдая каждый за собою, чтобы не быть искушенным. Носите бремена или тяготы друг друга, и таким образом исполните закон Христов. Итак, мы видим, что Новый Завет говорит нам не о каких-то видениях, не о тайных знаниях, откровениях, не о том, что духовный человек должен выглядеть каким-то очень суровым, обязательно с длинной бородой, в черных одеждах, какой-то суровый, с подлобью смотрящий, с каким-то капюшоном или колпаком на голове, или еще что-то вот такое внешнее, напускное. Сам Спаситель говорит, когда поститесь, не принимайте на себя мрачные лица. Когда молитесь, не делайте это на показ или как-то нарочито, многословно, по многу, по долгу, чтобы показаться людям. Духовные плоды – это то, что исходит от человека, тот дух, которым человек живет. Те эмоции, слова, поступки, да, иногда даже выражение лица, выражение глаз – вот это свидетельствует о духовности, живущей в человеке. «Бог есть дух», – говорит нам Евангелие от Иоанна. «И поклоняющиеся Богу должны поклоняться Ему в духе и истине, ибо таковых поклонников Отец ищет себе». Это знаменитая беседа с Самарянкой. «Бог есть дух, Бог есть свет», – опять же, Евангелие от Иоанна говорит. «Бог есть любовь», – «Разум», «Истина». И вот стяжание или стремление к приобретению вот этих свойств и качеств, чтобы быть любящим, радостным, мирным, долготерпеливым, благим, ну, благость – это, значит, доброта, милосердным, кротким, значит, умеющим вовремя остановиться, пресекать в себе зло, что значит быть кротким, не злопамятный человек, не, так сказать, идущий в разнос в каких-то ситуациях, человек, умеющий воздерживаться от чего-то лишнего. Вот это все и есть свойство настоящей духовности, которая подается от Бога. И хотелось бы особое внимание обратить, поскольку все эти добродетели как бы через запятую перечисляются, их не одна, две, а больше, то некоторые как бы смазываются. Видите, сказано, сразу после любви, апостол Павел говорит радость. И сейчас на литургии, опять же, на этой, перед апостольским чтением звучал Прокимен, взятый из псалмов, «Веселитесь о Господе и радуйтесь праведнее». Значит, праведные люди, духовные люди умеют радоваться и даже больше веселиться. И в Нагорной проповеди Спаситель тоже в конце скажет, «Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша мзда, то есть награда на небесах». Да, кто-то скажет, ну что же это, веселиться, радоваться, много ума не надо. Он у нас в каждой квартире веселье, кто-то пьет, кто-то хохочет, кто-то включает музыку, кто-то смотрит юмористические передачи, кто-то рассказывает анекдоты. Но вот это как раз ненастоящая радость, особенно когда она подогревается какими-то веществами, когда это в кавычках радость, потому что над кем-то смеются, кого-то высмеивают, унижают. Или у тебя радость, что твои враги или соперники, или обидчики что-то получили в своей жизни недоброе, нехорошее. Вот это гнилая радость. Это на самом деле зло, которое разрушает человека и нисколько его не делает духовным. Значит, настоящая, подлинная радость о Господе, как говорит псалмопевец, «веселитесь о Господе и радуйтесь праведнее». Радость о Господе это то, что Бог нас всех любит, хочет нас всех спасти, желает нам всем добра, и чтобы мы тоже были такими же. Ведь это вроде простые вещи, но мы сами знаем и по своей исповеди, и по... и священник порой слушает, и тоже что-то для себя отмечает, что у людей чаще всего встречается. Вот все любят себя, для себя что-то лучшее, и отношения, и поведение, и прочее. Но вот как мы к другим относимся? Вот умение и способность другим людям принести радость, вот это и есть уже духовный уровень, которого человек может достичь, и он вполне достижим, приносить радость другим людям. Как ты хочешь, чтобы у тебя что-то было, и к тебе кто-то относился, так и ты делай другим то же самое. И свойство любых человеческих поступков, эмоций, отношений, оно взаимно. Ты кому-то что-то подарил доброе слово, улыбку, внимание, молитву, да, можете подарок или еще что-то. И тебе это так же возвратится. Ведь фраза из Священного Писания, что человек посеет, то и пожмет, она хоть и употребляется нами часто для описания каких-то негативных явлений, но ведь и в положительном смысле она так же работает, эта фраза. Мы сеем что-то доброе, хорошее, светлое, и мы потом это пожинаем. Но бывает кто-то скажет, вот не сделай добра, не получишь зла. Вот это бесовская фраза, вот ее надо забыть. Добро и любовь надо всегда делать, невзирая ни на что. Наш Спаситель, умирая на кресте, молится за своих распинателей. Он говорит, отче, прости им, ибо не ведают, что творят. Он смотрит вглубь их душ и сердец, что наверняка настроил бы их кто-то по-другому, и было бы им иное какое-то указание, они бы не убивали его сейчас, не наносили бы ему ударов, страданий, мучений. значит, в человеке живет и другое начало, не только вот такое какое-то темное, а ведь бывает, что нам кто-то что-то сделал, иногда может быть по ошибке, по неразумию, по плохому настроению или самочувствию, и мы сразу это раздуваем, что будто это какой-то заговор, что будто человек плох абсолютно, и все в нем гадко, и все сразу забываем, и поглощенные вот этой местью, обидой отвечаем порой даже еще чем-то худшим, что мы только что получили или услышали в свой адрес. Значит, путь к совершенной радости, к радости праведных, к духовной радости, он, да, имеет определенные усилия, определенный труд. Это не просто включил музыку и ты веселишься, выключил музыку и ты уже злой как туча и темный и мрачный. Да, надо научиться, если ты хочешь иметь радость и добро, делать это и другим, и делать это бескорыстно просто потому, что так прекрасно, так лучше, так лучше жить, так учит Господь, так учит наш Отец Небесный. А Он плохому не будет учить нас. И вот когда мы так в простых вещах ежедневно по шагам как-то учимся этому, отслеживаем эти свои какие-то проявления, свое общение, то мы чувствуем эту радость. Мы чувствуем эту радость в первую очередь, когда мы общаемся с Господом, когда мы прочитаем отрывок из Евангелия, из посланий апостолов и увидим сколько мудрости, сколько света, сколько добра. Значит, не только есть какие-то новости по телевидению или в интернете, где стреляют, убивают, кого-то опять посадили, кого-то ограбили, не только это есть в мире и в жизни, есть и другое, есть свет и источник этого света Господь. Господь Иисус Христос воплощенный свет радости, мир и любовь. И лучше следовать за Ним, запоминать Его примеры, Его поступки, чем примеры и поступки каких-то злых и негодных людей. Итак, дорогие, много можно еще сказать, много добродетелей упомянуто сегодня, но вот особо отметим вот эту радость, стремление и созидание и для себя, и для других, а созидая для других, мы созидаем это и для самого себя. В конечном итоге. Аминь.